Добрый вечер, это программа «Свидетель происшествий» и я ее ведущая Юлия Комлякова. Мы не просто рассказываем о том, что случилось, это наш особый взгляд на события. Становитесь нашими соавторами и присылайте нам видео происшествий, свидетелем которых стали вы. Мы обязательно покажем видео в эфире, обсудим с экспертами у нас в студии и мы начинаем. Три человека погибли, еще 34 пострадали. Пожар в частном доме престарелых сегодня произошел днем на улице Авиационной. Никто из персонала пансионата не пострадал. Сотрудникам МЧС удалось потушить огонь лишь спустя несколько часов. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Стариков помогали спасать случайные прохожие. Вон труба, кирпичная труба. Вот оттуда началась. Сколько человек было, можете рассказать? Да как, что там считаешь, что ли? Ну, в лежачем каком. Вот берешь на руки, а там что, кожа да кость. Дед один, он после инсульта, ноги заплетаются. Он идти не может сам. Ну, парень внизу хоть подхватил за ноги, вытащили. За теми, кого удалось вовремя эвакуировать из пансионата, приехали родственники. Некоторых постояльцев пока времени разместили в больницах и реабилитационных центрах. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшая за собой смерть двух и более лиц». Виновным грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время опрашивается руководство частного пансионата. Решается вопрос о задержании. Также устанавливается местонахождение владельца частного домовладения, где расположен был очаг возгорания, поскольку, по утверждению жильцов, они не являются собственниками, а лишь арендаторы. Подробный сюжет о пожаре в частном доме престарелых смотрите в новостях Афонтово в 20.00. А следующая новость, мягко говоря, шокирует. Труп постояльца в санатории Красноярской Загоре неделю пролежал в номере. И пока другие отдыхающие не начали жаловаться на неприятный запах, никому в голову даже не пришло заглянуть в номер мужчины. Соответственно, не приходила и горничная. Примечательно, что при поступлении в Загоре каждый гость становится на учет и получает санаторно-курортную карточку. Постояльцам назначают процедуры, лекарства, однако пропажу мужчины, не проходившего лечения целую неделю, никто не заметил. Однако, как пояснили в пресс-службе и следственного комитета по краю, мужчина не являлся пациентом Загоре. Он просто арендовал номер, который по договору должны были убирать раз в неделю. Комнату же начали проверять, когда он не внес своевременно плату за жилье. Чтобы попасть в магазин, приходится рисковать своей жизнью. С такой проблемой к нам в редакцию обратились жители микрорайона Истынское поле. Полтора года назад в микрорайоне построили гипермаркет, но проходы к нему власти не сделали, видимо, забыли. На пути к магазину нет ни пешеходного перехода, ни тротуара. Раньше люди ходили через лужайку, а потом перебегали проезжую часть. Но летом на месте зеленой зоны оборудовали стоянку. И теперь людям просто приходится идти вдоль дороги. Все подробности в нашей новой рубрике «Так больше нельзя». Сегодня маленько подсохло, еще можно где-то пройти, а то вот это была просто трясина. Это только одно из препятствий на пути в магазин за продуктами. Елена Толстихина рассказывает, гипермаркет в микрорайоне Истынское поле открылся полтора года назад. Но женщина даже подумать не могла, что добираться до него будет так сложно. Сначала нужно перейти нерегулируемый пешеходный переход. После обойти лужу или грязь, далее пробраться вдоль забора, ведь тротуара на участке нет и успеть перебежать дорогу. На протяжении всего пути главное не попасть под колеса машин. Участники перегородили нам путь. И нам приходится ходить по дороге, по проезжей части. Недавно была не очень хорошая погода, здесь были лужи, и нас просто обливало водой. Так больше нельзя. При этом автолюбители неохотно пропускают пешеходов, ведь соответствующих знаков нет. Конечно, нам неудобно ходить. Мы так часто пользуемся лентой, и вот, во-первых, тут вот эти заторы бесконечные. Машины здесь едут, дорогу нам никто не уступает. Очень. Потому что за ребенка боимся в первую очередь. Здесь мальчика сбили, говорят, вчера или позавчера. Вы хорошо, молодцы, что хотя бы думаете о том, что людям некомфортно. Если бы в телевидении еще ничего не говорило, было бы совсем плохо. Самое интересное место здесь, чтобы обустроить пешеходную дорожку, есть. Вот оно. Правда, накануне прошел дождь, и теперь все залило. И пройти по этому участку можно разве что в резиновых сапогах. Вот и вынуждены люди на свой страх и риск идти вдоль дороги. А зимой, говорят местные жители, этот участок превратится в каток. Возможности обойти его нет. Олеся Рожкова, Михаил Ткачук, Афонтова, свидетель происшествия. В управлении дорог и благоустройства нам сегодня пояснили, что в этом году на разметку и установку знаков на этом участке денег нет. А вот в следующем году, возможно, будут. По крайней мере, заявку в адрес департамента горхозяйства специалисты уже направили. Что касается стоянки, то ее пообещали демонтировать, только сроки не называют. Вы тоже можете стать героем рубрики «Так больше нельзя». Если вы столкнулись с чиновничьим безразличием и произволом, если от вас отвернулись даже самые близкие люди и ваша жизнь превратилась в настоящий ад, мы попытаемся вам помочь. Звоните и пишите по номеру 8 953 585 1414. В городе во все идет подготовка к новому учебному году. 1 сентября за парты сядут 332 тысячи ребят. Это почти на 11 тысяч больше, чем в прошлом году. А показатели проверок неутешительны. Нет охранной сигнализации, средств оповещения и кнопки экстренного вызова полиции. Такие нарушения выявили практически во всех школах города. Но, как оказалось, на их работу это никак не повлияет. Да, в целом они как бы не предусмотрены у нас никакими санитарными нормами. Но, тем не менее, уже, так скажем, в течение длительного периода времени мы говорим о том, чтобы все образовательные организации у нас были обеспечены такими системами. И к началу учебного года инспектора ГИБДД ожидают рост аварии с участием детей. Не уже сейчас начали проводить дополнительные рейды. Полицейские будут проверять, как перевозят репетишек, пропускают ли водители школьников на пешеходных переходах. Если нет, то нарушитель заплатит штраф в полторы тысячи рублей. Начиная с 1 сентября сотрудники ДПС будут дежурить возле образовательных учреждений. С детьми, которые нарушили правила дорожной безопасности, будут проводиться разъяснительные беседы. Как раз началась декада дорожной безопасности детей. Плотность снарядов полка ДПС в пределах города Красноярска и его пригорода усилена. Приближены, конечно же, к местам общеобразовательных учреждений детских, детских садов. 1 сентября будет также выход стопроцентный. Практически каждый день после начала учебного года появляются сообщения о том, что ребенок ушел в школу и не вернулся. Телефон не работает, а учителя разводят руками. Мол, на уроках был, а дальше мы уже не знаем. Что нужно делать, чтобы такого не произошло, а главное, как и в какой форме объяснить ребенку правила безопасности на улице так, чтобы он их точно запомнил. Об этом мы сегодня поговорим с региональным координатором поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Галиной Цыгановой. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Ну, все-таки, если говорить о статистике, вот начало учебного года, вырастает ли количество так называемых потеряшек или нет? Вырастает количество так называемых бегунков, то есть детей, которые уходят из дома. Но это уже взрослые дети? Обычно старше 12, больше 12. Количество детей младших с наступлением учебного года потерянных идет на спад. Ну, а если говорить уже о том, как готовить все-таки ребенка к школе, чтобы он и не убегал, и не потерялся, как о младших, так и о старших. И как объяснить все-таки ребенку, что с чужим дядей ни за конфетку, ни за телефон, ни за собачку никуда ни в коем случае идти не надо. Потому что мы все это повторяем из года в год, но, тем не менее, дети идут. Ну, во-первых, нужно объяснить ребенку, кто такой чужой человек. Родители говорят, не ходи никуда с подозрительным. Когда у ребенка спрашиваешь, кто такой подозрительный, как выглядит подозрительный человек, они говорят, черные шапки, ножи, злые глаза, чуть ли не табличка бандит на груди. Но на самом деле подозрительный и чужой человек – это любой человек, если это не твои родители, не твой близкий родственник, про которого тебе говорили родители, что с ним можно. Даже если ребенок встречает знакомого, и знакомый его куда-то хочет повезти, сосед, не знаю, сослуживец, он должен связаться с родителями и уточнить, можно или нельзя. То есть вообще ни с кем никуда? Это хороший вариант слова «пароль». Когда мама, папа договариваются с ребенком о пароле, и если вдруг экстренно ребенка забирает кто-то из знакомых, но не родители, и не называет пароля, значит, родители его не отправляли. Но это работает или нет? Это работает. Дети любят шпионов, дети любят играть в такие игры, и это работает практически всегда. А что делать, если ребенок не знает этих правил простых, что нельзя ходить с дядей, с тетей? Часто дети теряются где-нибудь на остановке, со школы ушел, заблудился, куда, что, зачем? Что ему нужно делать, если его все-таки уже ведут куда-то? Кричать. Кричать, вырываться, кусаться. Нужно объяснить ребенку, что он имеет полное право бить взрослого человека, если считает, что его жизнь находится в опасности. Мы прививаем детям нормы приличия, говорим о том, что за взрослыми не грубие, нельзя говорить про плохих слов, нельзя кричать. Мы очень часто говорим это своим детям. А на самом деле получается, что дети заложники того, чему мы их учим. И ребенок должен знать, что он имеет полное право кричать, причем кричать он должен пожарой, либо я его не знаю, либо помогите меня воруют, а не просто кричать. Чтобы не было ощущения у прохожих, что ребенок обрезничает со своим родителем. Если ребенок не знает человека, он его куда-то тащит, в машину, я не знаю, просто в подворотне. Ребенок должен кричать, я его не знаю, кусаться, брыкаться, вырываться изо всех своих сил. А не будет ли от этого ребенок запуган? Вот вообще всех бояться, даже тех, кто к нему не подходит. Просто идя по улице и видя, что кто-то там на него не так посмотрел, он будет куда-то убегать и прятаться. Ну, не переборщить. Есть еще такой момент, когда у нас родители пугают очень часто полицейским, будешь себя плохо вести. И тебя дяденька полицейский заберет. И когда ребенку нужна помощь, полицейский – это один из тех людей, которому реально может помочь. А ребенок побоится к нему обратиться. Взрослому нужно очень внятно понимать, что он говорит своему ребенку и зачем. Стоит ли единовременное послушание – вопрос угрозы жизни. Лиза Олета проводит школу безопасности, где очень подробно в игровой форме, квестом рассказывает ребенку, что нужно делать в каждой из жизнеугрожающих ситуаций. Ну, вот пример какой. Какая-то там, не площадка, а этап этого квеста. Например, ребенок узнает, что нужно делать, если мама уехала на автобусе, а он нечаянно остался на остановке. Ребенок узнает, что нужно делать, если он уехал на общественном транспорте, а мама не смогла войти в автобусе. А что нужно делать, если вот он уехал? Если он выйдет на следующей остановке, стоит никуда не двигаться. А если у него не хватает денег на автобус? Очень часто дети, которые идут только в школу, получают первые карманные деньги, они их вот тратят не туда, куда надо. Звонить маме и говорить, я стою там-то и стоять, и ждать. И вот про телефон как раз-таки мучает очень многих родителей вопрос, особенно первокалашек. Нужно ли давать ребенку в первом классе сотовый телефон? Не станет ли это, наоборот, причиной какой-то опасности? Старшие ребята отберут или чужие люди, взрослые отберут? Можно и нужно давать самый дешевый аппарат с тремя кнопками буквально. Два номера телефона, мамин, папин, все. Это на случай, если нужно сообщить какую-то экстренную информацию ребенку. Первоклассник же родители водят, забирают из школы, но вдруг мама и папа задерживаются, чтобы ребенок сам никуда не отправился, должна быть возможность с ним связаться и сказать, сиди в школе. И ребенок должен знать, что если за ним не пришли, он сидит в школе и никуда не выходит. Совсем никуда, ни во двор, ни посмотреть, ни погулять. Он садится около гардероба и ждет столько времени, сколько понадобится. А вы можете сказать, сколько нужно вводить первокласснику в школу? Вот, допустим, школа во дворе буквально, да, там пройти один двор? Очень зависит от ребенка. Один ребенок может уже в конце первого класса совершенно спокойно ездить в несколько остановок в секцию, а другого ребенка нужно уладить и до третьего, и до пятого. Ну вот вы рассказывали о школе, что проводите школу. Давайте расскажем, где, когда, кто туда может попасть, как записаться, как попасть. Телефон горячей линии Лиза, алерт 8 800 754 52, может позвонить любой родитель и сказать ей, мы хотим провести школу безопасности. Мы проводим в школах, мы проводим во дворах, мы проводим в старшей группе детских садов. Совершенно любой человек может позвонить, мы приедем, привезем дипломы, привезем раздаточный материал, листовки, раскраски, и все детям расскажем. Параллельно приведем лекцию для родителей, потому что мало учить детей. И необходимо учить родителей реагировать правильно. Реагировать правильно, когда ребенок потерялся, потому что родители зачастую, во-первых, ищут сами очень долго, потом обращаются в полицию. А если коротко, что нужно делать родителю, если ребенок потерялся? Если родитель понимает, что он потерял ребенка, нужно первое, что сделать, позвонить в полицию, вызвать полицию на место, не ехать самому в РОВД, вызвать полицию на то место, где ребенок пропал, оставаться там. Второе, позвонить 8 800 754 52. Я думаю, что все телезрители должны запомнить этот номер телефона. Вам спасибо за такую подробную инструкцию. Я напомню, что у нас в гостях была Галина Цыганова, а мы же прощаемся. Это была программа «Свидетель происшествия». Берегите себя.